привет всем видимо в честь того что исполняется очень скоро исполняется 20 лет одному из величайших фильмов всех времен и народов бойцовскому клубу сейчас проходит ретроспективный показ в довольно многих кинотеатрах и думаю что не только в москве и как я вижу по продаже билетов более чем в половине кинотеатров он демонстрируется на языке оригинала с субтитрами вполне себе повод сходить посмотреть в хорошем качестве лучше всего оценить все-таки с оригинальным звуком потому что я тут недавно посмотрел впервые с русским переводом конечно нюансы потеряны не самый плохой перевод какой бывает но нюансов не хватает если верить википедии то впервые был показан 13 сентября 1999 года один из первых фильмов на дивизии который я купил у меня был легальный двухдисковый даже с комментарием режиссера и актеров но к сожалению ничего не значащий комментарий в некоторых странах был запрещен публичному показу вообще потому что во-первых там контент не самый простой и во-вторых боялись что некоторые люди могут понять буквально то что там показано и призывы тоже понять буквально и да в некоторых местах мира как писали так и произошло организовались и клубы настоящие не знаю чем там у них закончилось в принципе 20-летие этого фильма очень знакового фильма и в том числе имеющего большое значение для мужского движения кто знает пол илом делал подробный разбор по моему в трех частях не совсем в том разрезе в каком я бы это делал но тем не менее 20-летие я думаю заслуживает какой-то большой конференции из нескольких человек может быть даже в онлайне давайте об этом подумаем все-таки восприятие этого фильма проходит через некоторые фазы по первости он получил не самые высокие оценки слишком-то много было всего нового нестандартного потом он постепенно набрал свою базу и сейчас можно говорить уже о так сказать втором прочтение бойцовского клуба 20 лет приличный срок конечно тем кто воспринял его слишком буквально стоило бы прочитать книгу сначала фильме есть некоторые серьезные отступления и изменения в сюжете особенно финал это конечно главное но не мог этот герой выжить слишком сильно была запущена программа на самоуничтожение саморазрушение в целом мне кажется диагностика ситуации там показано очень неплохо герои и хорошо проделал а вот с положительным проектом то есть что в этой ситуации делать как и исправлять с этим у него были проблемы любопытно как бы выглядел фильм если бы по результатам кинопроб сложился рассел кровь вместо брэда пита и война на райдер вместо хелены банем картер но и так получилось очень хорошо из книжных сцен мне пожалуй больше всего фильме не хватило сцены с жалющими китами кто читал тот знает в общем ловите момент посмотрите в хорошем качестве с хорошим звуком и может быть стоит подумать о каком-то коллективном виртуальном круглом столе в идеале в день 20-летия выхода в прокат 13 сентября но это обсуждаемо всем спасибо за внимание пока удачи